Йоу пасаны, чё почём? Сегодня у нас видео нового формата, а конкретно я моделю, а на фоне что-то болтаю. На данный момент на ваших экранах создается будущая маска для нашего заказчика. Сейчас я вам вкратце расскажу, почему я использую эту программу и какую программу я использую, а в дальнейшем мы просто позалипаем на процесс, и возможно я буду иногда комментировать. 3D-моделированием я занялась совсем недавно, когда у нас появился 3D-принтер, и мы решили печатать на нём глаза, маски, когти, ну и другие различные запчасти. Программ для 3D-моделирования достаточно много, но я уже достаточно давно положила глаз именно на Z-brush. Эта программа симулирует лепку из глины или пластилина, что делает её очень удобной в создании, например, тех же основ для фурсьюта. Для создания глаз же или тому подобных деталей я использую 3D-макс. Открыв Z-brush первый раз, я увидела кучу непонятных кнопок, не смогла ничего сделать, и в итоге скачала скульптрис. Это более простая программа, но она мне не подошла, так как там гораздо меньше функциональная часть. Так что да, я вернулась к куче непонятных кнопочек и начала изучать. Конечно, мне предстоит ещё многому научиться, но я верю, что однажды я осилю Z-brush. Да, это была отсылочка. А если серьёзно, на данный момент я изучила достаточно для того, чтобы лепить простые модели и делать из них маски, и не только. Не стоит забывать, что Z-brush это программа для профессионального моделирования, а поэтому вы встретите очень много непонятных слов. Саптулы, меши и тому подобное. Я запоминала это, ну, очень долго, и, если честно, до сих пор забываю периодически, какое слово и что обозначает. Если вы решите лепить в этой программе, то сразу предупреждаю, вам придётся потратить очень много сил и нервов. Хотя не буду говорить за всех, возможно, я одна такая. Тем не менее, на данный момент моих знаний вполне хватает на то, чтобы лепить подобные маски. В этом видео я не буду подробно рассказывать, куда тыкать, что где, какие кисти, для чего и так далее. Просто давайте насладимся процессом. Не, ну, конечно, если вы очень попросите и будете активно комментировать и лайкать это видео, то, возможно, я выпущу гайд по тому, как моделирую я. Так что, ребята, всё в ваших лапках. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok Всем пока, кули! Субтитры сделал DimaTorzok